Добрый день, друзья! Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, почему человек не помнит предыдущие инкарнации? Вот почему такое случается, что душа пришла, мало того, что я в своем теле как личность, я как личность должна отыгрывать какую-то карму за какую-то другую личность, которую помнит душа, но которую не помню я, и я помещаюсь вроде бы как в такие условия, когда у меня обрубается память, но при этом качается какая-то история, которая с моей текущей жизнью никак не связана, и типа я ее должна отрабатывать. Вот почему такие правила игры непонятные? И наверняка многие люди задавались этим вопросом, те, кто думал о карме, зачем мне это, почему я должна это отрабатывать, а кто та личность, которая это наработала, которая умерла в каких-то, возможно, страданиях, возможно, мучениях, напринимала каких-то дурацких решений. Я должна за них мучиться и платить. И вы знаете, чтобы найти ответ на этот вопрос, вопрос звучит очень часто. Ответ на этот вопрос, чтобы найти, давайте попробуем представить, что ваша жизнь подходит к концу. Ну, вот вам уже далеко за 50, там за 60, за 70, за 80, за 90. Да, и вы вот прожили жизнь достойную, у вас все было. И вот можно было бы еще, конечно, пожить, но эта жизнь такая, какая? Интересна ли она вам будет, эта жизнь? Неинтересна. А почему неинтересна? Ну, потому что все уже было. Потому что я уже заслуженно сел на трон, пройдя определенную жизнь. Я такой хороший, мудрый, умный. Я уже учу молодежь. Я уже могу только поучать и что-то командовать. Да? Но это чаще всего происходит у возрастных людей, то, что мы наблюдаем. И при этом интерес затухает, становится все меньше, меньше, меньше. И если спросить у человека за 80, зачем ему жизнь, то он говорит, она мне не нужна, пускай уже Бог меня заберет. А вот так теперь представьте, что человек помнит свою предыдущую жизнь. И вот он помнит, что она прожита. И интереса дальше нет. Но он родился, а тело у него молодое. А интереса уже нет. Потому что он уже сидит и почивает на этих лаврах. Отсутствие интереса. И каким образом сдвинуть его с этой мертвой точки, для того, чтобы он просто начал двигаться в развитии, а не остановился? Правильно, господа, отключить ему память. Когда это происходит? Это происходит тогда, когда человек не осознается, не благодарен Богу за то, что он в этом божественном теле, в этой божественной игре пребывает. Когда расцветают гордыня, обида, вина. Когда он заваливается в те частоты, которые, по сути, своей не увлекают дальше в игру. Он идет вниз, а не вверх. Это называется деградация. Так вот, для того, чтобы остановить деградацию, и был введен такой момент, как затирание памяти при инкарнациях. И здесь тогда возникает другой вопрос. Все время говорят, что люди произошли от обезьяны. Да, даже теория такая есть. И в школе ее учат. Но если посмотреть все-таки к склонности человека с годами останавливаться в развитии, садиться на пенек и начинать поучать, отказываясь от своих интересов в жизни, то тогда закономерен вопрос. Если это положить на большое количество жизней, то у Бога был вариант только один остановить деградацию. Отключить память. И тогда обезьяны, скорее всего, произошли от человека. Если такое, в принципе, и могло быть. Но никак не наоборот.